Спасибо тем гражданам, которые мониторят интернет и в частности мониторят сайт Прозору, где действительно выявляют разного уровня люди, которые с бюджета выводят деньги. Но в данном случае немного не такая ситуация. Объясню почему. В 6-10-го был действительно заключен договор на сумму 1 миллион 375 тысяч гривен. Про что была опубликована информация на том же сайте Прозору. Сегодня мы связывались с сайтом Прозору и задали им вопрос, почему тогда, когда мы этот договор выложили, он был присутствовал на сайте Прозору, был общедоступным. На сегодняшний день его нет. На что сайт нам сообщил, что бывают систематические сбои. Вылаживайте еще раз, в этом проблем нет вообще никаких. Сайт на сегодняшний день допускает то, что могут быть какие-то технические сборы. Мы дали официальный запрос на сайт Прозору, чтобы нам это подтвердили и дали письменный коробный ответ. Что касается непосредственно самого договора. В той информации, которая была опубликована в интернете на сегодняшний день, был взвид, то, что предоставили на 1 миллион 375 тысяч. Есть такая здесь строка, частинно-то при ладе автотранспорта. И количество лодок. Что такое количество лодок? Согласно законодательству, по каждому лоду это так называемый классификатор. Мы должны объявлять тендер, если сумма его превышает 200 тысяч гривен. На сегодняшний день по данному договору, который был заключен на 1 миллион 375 тысяч, там объявлено 28 лодок. Это указано на том же самом сайте Прозора. Есть общая доступная информация абсолютно для всех. Согласно закупок, те, которые мы закупили по данному договору, у нас сумма не превышает даже 400 тысяч гривен. Хотя то, что здесь указали, что мы там закупили на 1 миллион 375 тысяч, оно не соответствует действительности. Было закуплено средства для ремонта автотранспорта на сумму до 400 тысяч гривен. По 28 позициям. Ни одна из этих позиций не превышает 200 тысяч гривен. Можете потом после пресс-конференции посмотреть список, по какой позиции сколько было расходовано денег, чтобы вы убедились в том, что мы не нарушали наше законодательство. Почему мы заключили одним договором по 28 лотам? Потому что, я думаю, кто водитель автотранспорта, все прекрасно понимают, что электроприборы – это одна статья расходов кабеля, это вторая статья расходов. Другое – оборудование, стекла – это совсем третья расходная составляющая, так называемая, по ремонту автотранспорта. Поэтому эти все позиции были выбраны и были заключены в одном договоре. Как я уже сказал, то, что ни один код-классификатор, по которому проводятся торги свыше 200 тысяч, такого не было. Поэтому мы торги не объявляем. Согласно нашего законодательства, здесь было указано то, что сам договор, порушение частины первой статьи 10 и про публичные закупления, також не был поприлюднен. Согласно законодательству, все договора, те, которые тендерные, свыше 200 тысяч, они должны публиковаться в обязательном порядке. Все договора, которые свыше 50 тысяч и 200 тысяч, это на усмотрение руководителя. Но, несмотря на это, ответственной у нас, как здесь указано, видена Ираида Виталина, она все-таки же опубликовала данный договор и на тот момент, когда он заключался, 6-го и 10-го, он был в системе Прозорова. На сегодняшний день, почему его там не было, нам неизвестно. Ему уже дали официальный запрос к владельцам сайта. Ответ на официальный запрос мы пока не получили, но его сегодня только отправили. В телефонном режиме мы выяснили причину, почему такое может быть, на что в телефонном режиме был получен ответ. Вы не первая, не единственная, которые обращаются с такой проблемой. То есть такая проблема есть, но это, скорее всего, технические какие-то неисправности, может быть, какой-то конфликт идет, ну, ничего в жизни совершенного нет, хотя мы к этому скремимся, да, но вот такие неполадки, скажем так, они бывают.